всем привет youtube привет вот опять встает вопрос по крючочком которые я тут себе понадел из нержавейки вот какая сталь чего куда зачем как согнуть как разогнуть надо колить не надо колить ну и так далее вот это опять же я вам скажу вот все эти загибы это прототипы это ни о чем то есть чего-то специального конкретно вот для чего-то вот я не делаю тут никакого принципа нет я примерно сделал согнул как вот считал нужным там допустим загиб такой или такой там неважно какой потом поверьте вот все вот эти крючки которые ходовые их приходилось тут перегнать не по разу не по два вот такие вещи то есть это не аксиома вот что вот именно так и никак по-другому а иначе будет неправильно вот я считаю это неправильным подходом к делу почему потому что все вот эти мои в данном случае это не крючки я их называю ковырялками сделаны еще угодно вот это вот магазинных и прочее вот с торсионной стали в частности вот это вот тоже вот это все с торсионной стали сделано вот 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 очень хорошо она себя рекомендует так вот сразу отвечу на один из вопросов что брать колить ее там раскаливать перекаливать это вопрос серьезный у меня есть чем я могу засунуть вот у меня печечка бальниран она или бальян кто как называет ну вот здесь вот это сталь вполне себе так раскаливается и вот в тисочках у меня тут можно согнуть подогнуть то есть тиски как бы серьезный вот согнуть подогнуть я вот тоже пытался тут делать но не будучи термистом так по-русски скажу ума нет так ничего этим заниматься вот либо не докаливается в основном перекаливается все я эту затею уже бросил и больше с этим не экспериментирую серьезных термистов у меня чтобы грамотно сделал инструмент разбирался бы как бы в этих моментах нету вот кстати один из видно да вот они это как раз торсионная сталь она тут копейки стоит такой на весь вот багажник там машина да вот от края до края эти пружины стоят вот на многих машинах 100 рублей он магазине стоит со всеми накрутками потому что она эта сталь никому не нужна и вы можете ее приобрести так вот что я хочу сказать накаливать перекаливать я этим бросил заниматься иногда допустим когда мне надо что-то согнуть ну в частности с торсионной стали да я беру засовываю вот эту часть накаляю и один разик загнул и я ее как бы не остужаю не колю вот в таком виде как бы нагрел согнул остыла и все я не закаливаю и в принципе нормально что касаемо вот эти стали которых я делаю с нержавейки внизу под видео я напишу фамилию или марку там как она обзывается эта сталь я ее практически ничего не делаю как вид было на видео вот эти все изгибчики делаются не без разогрева то есть если вам нужно сделать следующее допустим загиб вот ну как бы по-хорошему надо нагреть вот потом надо закалить а то он разгинается если вы видите что у вас условно то вот там крючок сильно гнется да вот вот мы видим да вот он прогинается сильно значит либо мы что делаем то есть проблема крючок сильно гнется работать неудобно некомфортно и прочее мы либо увеличиваем диаметр а еще плюс к этому можно укоротить этот крючочек там ну допустим сантиметров на 10 и он уже приобретает нужные вам свойства то есть опытным путем можно добиться что допустим длина такая-то диаметр такой-то и получаются нормальные крючочки которыми можно спокойно нормально работать это как бы путь который по которому пошел я а по какому пути вы пойдете это конечно ваше дело ну вот я постарался ответить на вопросы если чего не стесняйтесь секрета у меня нету я все вот эти вот вещи стараюсь делиться с людьми вот мне не жалко вот я за эти все вещи как говорится денег не беру и не собираюсь брать вот ни с кого вот поэтому чем могу тем я делюсь вот так всем удачи пока пока до встречи задавайте ваши вопросы я на них постараюсь ответить есть ли смогу пока пока